Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жена ушла с детьми от меня, дети от родных пап, мой второй. Ушла к своей юноческой любви, когда уходила сказала, что у нее ко мне нет безразличия, ни ненависти, ни любви. Ушла быстро, почти два месяца назад. Детей не отдает выходные, она гуляет, а я с мамой моей и детьми все живу. Знаю, что тому парню она, мне кажется, не особо-то и нужна. Когда со мной жили, она говорит, уделял мало времени семье, ее не обнимал и т.п. Ушел в работу, чтобы ни в чем не нуждалось. Ну, я думаю, для начала нужно сказать, что в этой ситуации очевидно, что у вас травма. очевидно, что вам тяжело. Вот, очевидно, что вам в этой истории больно. Очевидно, что вы переживаете. И, соответственно, то, что вам, на мой взгляд, нужно в первую очередь сделать, это прожить вот эту вот травму, которая у вас, как бы, имеет место быть. Вот, это первый момент. Второй момент. Конечно, есть вещи, которыми вы, точнее, не способны управлять. Такие вещи есть, безусловно. То есть, есть такие вещи, на которые повлиять вы не в силах. Это характер вашей жены, это какие-то ее проблемы, это какие-то ее трудности, это какие-то ее внутренние конфликты и противоречия, вот, которые, ну, над которыми вы не власть. И очень важно здесь увидеть свои собственные ограничения. Очень важно здесь заметить свои собственные ограничения, заметить их, признаться себе в них, признаться себе в этих ограничениях, признаться себе в том, что эти ограничения есть, что эти ограничения существуют, что вы ничего здесь сделать не можете, с одной стороны. И, с другой стороны, опять же, признаться себе в том, в чем, что вы можете сделать, что вы можете сделать, что зависело от вас. И что до сих пор зависит от вас, даже сейчас. Даже сейчас, когда ваша жена по сути ушла, да, то есть как бы даже сейчас, когда вашей жены по сути с вами уже нет. Да, как бы. Вот. То есть вот это, это, вот этот момент обязательно нужно зафиксировать. Потому что если вы сами, если вы сами этого не увидите, если вы сами, вот в этом не разберетесь, да, вот, то будет, как мне кажется, довольно серьезная трудность у вас. И касаться этой трудности, в первую очередь, будет именно того, что вы будете находиться в конфликте. Вы будете находиться в конфликте, ну, сами с собой, по факту. Вот. И никак этот конфликт разрешится для вас. Не сможет. Не сможет. Вот. Понимаете, никак не сможет разрешить конфликте. Поэтому вот этот аспект, да, обязателен. А этот аспект необходим. Для вас необходим этот аспект. В первую очередь для вашего собственного аспекта. Да? Понимаете, какая, понимаете, какая штука. Вот, пожалуй, то, что я бы вам сейчас мог бы сказать. Вот. То, что я вам сейчас мог бы ответить. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И, соответственно, еще посмотреть на то, вот, что вы сейчас чувствуете к своей жене. То есть, какие у вас сейчас чувствуете к ней. То есть, какие у вас сейчас чувствуете к ней. Это очень важно. Потому что это позволит вам посмотреть на свои последующие действия. Вот. То есть, на то, как вы будете действовать дальше. Кроме этого, очень важный момент заключается в том, насколько вы хотите делать для своей жены то, что вы делаете. То есть, сидеть с ребенком и так далее. То есть, ну, я могу легко довольно предположить, да, что вы не хотели бы выступать с сиделкой по отношению к своей жене. То есть, вам может быть вполне больно это делать. Больно. Вот. Соответственно, это тоже необходимо, как-то вот, ну, прорабатывать. Вот. Такая вот история. Вот. Такой аспект. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи! Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Удачи! 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 Продолжение следует...